Всех приветствую! Сборка 6554 новый игровой системный блок в корпусе Cougar Airface в белом исполнении. У корпуса два вентилятора на вдув, один на выдув два вентилятора на вдув в диаметрах 140 мм Особенность этого Cougar в том, что на такие корпуса можно поставить видеокарт уровня RTX 484090 4070 Ti Не в каждый корпус можно это поставить даже порой в дорогой корпус не поставить из-за того, что должна быть определенная толщина Если у вас вентилятор на задней панели предусмотрен под габарит 140 мм значит видеокарту уровня 4070 Ti, 484090 вы поставите вопрос только по длине видеокарты Если 4070 Ti не такая уж габаритная, вот она спокойно помещается то 484090 примерно на пару сантиметров длиннее и вот эти вентиляторы можно перенести на переднюю панель В аккурат будут за сеткой В таком варианте ничего переносить не нужно и тогда мы можем пользоваться вот этой фишкой с пыльником Пыльник здесь съемный, здесь сетка Сетка будет удерживать у нас всякий пух, всякую мелочевку, которая летит, шерсть и так далее Ну и легко почистить Ну а если вентиляторы на переднюю панель вынести, то вот эту сетку приходится просто убирать Но все равно главное, что корпус годится Корпус классный, RGB подсветка по кругу И в данном случае мы у нас, мы еще и засинхронизировали это все дело У нас и видеокарта, и кулер на процессоре, и вентиляторы Все у нас в одном едином стиле Причем есть выбор использовать контроллер материнской платы И у вас будет контроллер платы задавать вот это вот свечение И можно поставить программное обеспечение И уже вот эту вот подсветку задавать Также статику Ну а можно меньше заморачиваться и довольствоваться теми режимами работы Которые есть у контроллера в комплекте с корпусом Здесь не так много режимов Порядка, наверное, 30 И в различном варианте это можно все дело засинхронизировать Получилось красиво Системный блок у нас стоит 148 500 рублей И построен на базе процессора Intel Core i7-12700F 12 ядер, 20 потоков Из них 8 ядер высокопроизводительных Которые еще делятся на потоки 8 на 16 получается И плюс еще 4 энергоэффективных ядра И как только появляются два типа ядер Все, приходится ставить Windows 11 Реально на десятке в каких-то играх начинаются проблемы Не может Windows 10 корректно с этими ядрами работать И приходится ставить Windows 11 Тут как бы данность Процессор не кашный Соответственно не особо-то горячий Примерно потребляет 130 Вт Можно, кстати говоря, в режиме реального времени и замерить Кстати говоря, набрал 21300 попугаев Для понимания на этом процессоре 3080 будет набирать 17000 попугайчиков Так, в общем, чтобы нам посмотреть температуру Самый лучший вариант Это тест стабильности AIDA В простой процессор 35 градусов Ничего не потребляет Базовая частота 2100 МГц И когда мы запускаем тест стабильности AIDA Сейчас посмотрим, будет ли мощность здесь где-либо фигурировать Но не всегда датчик мощности нам здесь показан Ну, в общем, порядка 120-130 Вт Сейчас потребляет процессор И всего лишь температура 54 градуса В стресс-тесте Согласитесь, это очень мало для стресс-теста Какой-нибудь 13600К Потребляет порядка 180 Вт Если его не придушить То никакой системы охлаждения здесь не хватает Кулер у нас здесь Jonesbo CR1000GT Имеет RGB подсветку Имеет вот эти вот разъемчики трехпиновые Которые синхронизируют эту подсветку Четыре тепловые трубки Вентилятор 120 мм с четырехпиновой колодкой И вращается вентилятор по мере нагрева Ну и, как мы видим, раз нагрева нет То и компьютер будет вращаться медленно Вентиляторы у нас также имеют разъемы Три пина для подключения подсветки И три пина для подключения вентиляторного разъема Соответственно, они друг к другу воткнуты Уже на материнскую плату И можно также управлять скоростью вращения вентиляторами Через BIOS, либо через какую-либо программу Память у нас здесь 32 гигабайта Два модуля по 16 гигабайт Адата XPG Spectrix В данном случае у нас D10 6800 рублей стоит этот кит-комплект Ну и материнская плата на B660 чипсете Полноформата Asus Prime Два радиатора на ключах 8-пиновая колодка док-питания 10 фас питания Можно поставить до 128 гигабайт оперативной памяти 4 модуля по 32 гигабайт И три разъема Ultra M2 есть Из них верхний у нас имеет радиаторы Под ним находится SSD на 1 терабайт Samsung 980 Ну и, как видим, еще два разъема под видеокартой Под M2 формат накопителей Так что можно сюда вставить накопители в M2 Преимущественно с NVMe интерфейсом Сата интерфейсом только один разъемчик будет принимать И уже уйти от жестких дисков Видеокарта RTX 4070 Ti В данном случае у нас GameRock Classic На 12 гигабайт Примерно на 10-15% мощнее, чем RTX 3080 Имеет ревизию DLSS 3.0 Это значит, даже в 4К разрешении Эта видеокарта будет на ура тянуть все современные игрушки Ну и вот такая вот шикарная просто подсветка Которая еще и синхронизирована Замечательно Этот переходник, который много дров наломал Да, он может быть не так красиво смотрится Но его желательно не перегибать И чтобы он не тянул видеокарту ни вниз, ни вверх Поэтому вот эта вот колбаса Она должна висеть таким образом Чтобы вот ничего не пережималось, не тянулось Ну и, как я уже говорил Видеокарта довольно-таки габаритная Переходник сильно торчит Эти провода загибать нельзя Потому что они будут этот же переходник Пережимать Соответственно, корпус здесь подбирать нужно с умом И вот, пожалуйста, Cougar Airface Мне кажется, один из лучших корпусов сейчас на рынке И, к сожалению, вот мы последние с онлайн-трейды привезли Не знаю, будут ли эти корпуса снова Шикарные корпуса в черном, в белом исполнении Вот сейчас я быстренько пройду Точно такой же компьютер И здесь RTX 4080 Которая мощнее процентов, наверное, так на 30 И вот в этом корпусе пришлось вентиляторы перенести На переднюю панель Видеокарта больше Здесь уже такой же переходник Только уже три разъема доп. питания Ну, а была бы у нас RTX 4090 Выглядела бы один в один как 4080 Ничем бы не отличалась Но доп. питания было уже 4 И блок питания желательно было поставить даже помощнее На 800-ваттный блок питания можно повесить спокойно И 4080 Это голдовый блок с хорошей гарантией Три как раз плеча до питания на видеокарту есть И никаких проблем с подключением нет Если сильно захочется модернизировать этот компьютер Наверное, у вас ничего не получится Потому что это так очень жирная конфигурация И мне сложно представить, что как-либо ей было не хватало Ну, может быть, разве что 4080 поставить Вместо 4070 Ti И мы получили бы 25 тысяч попугаю Вместо 21 тысячи Ну и 4090 Это уже, конечно, прирост более существенный 30 тысяч попугаю бы набрал А так, свои 148 тысяч 500 А-ля 150 тысяч Поставьте то же самое на NDR5 памяти Вышло бы тысяч на семь на восемь дороже Вот это самая, пожалуй, оптимальная конфигурация В пределах 150 тысяч рублей Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...